Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Последнее время для запуска Android приложений в процессе разработки я пользуюсь эмулятором Visual Studio от Microsoft. Он достаточно быстрый, удобный, поддерживает все распространенные версии Android. Эмулятор Visual Studio отлично подойдет вам, если у вас на компьютере стоит Windows и процессор семейства AMD. Эта связка не дружит с навороченными образами виртуальных устройств последних версий в Android Studio. А эмулятор Visual Studio прекрасно взаимодействует с Android Studio, поддерживает технологию Instant Run и может стать полноценной заменой стандартному AVD. Кроме того, он полностью бесплатный. Для установки эмулятора Visual Studio идем на сайт visualstudio.com. Нажимаем кнопку загрузить. В процессе установки следуем инструкциям. После окончания установки запускаем программу. При запуске открывается окно, где мы видим список виртуальных образов Android устройств. Изначально активны только два устройства. Это планшет с характеристиками Nexus 7 и с установленной версией Android 4.4, а также смартфон с характеристиками Samsung Galaxy S5 или Sony Xperia Z и тоже с Android 4.4. Не волнуйтесь, позже мы подключим устройства и более поздних версий. Запустим второе устройство. Первый запуск может происходить достаточно долго, последующие запуски будут быстрее. Панель управления устройства содержит кнопки закрытия, свертывания окна эмулятора, кнопку блокировки экрана устройства, режим указателя, режим мультитача, кнопки поворота устройства и масштабирования. В раскрывающемся окне есть дополнительные настройки. Это работа с акселерометром, возможность указания реального или фиктивного местоположения устройства, имитация заряда батареи, получение снимка экрана, эмуляция камер устройства, работа с SD-картой и эмуляция сетевых подключений. Вернемся к списку устройств. Можно выбрать любое неактивное устройство в списке и загрузить его для дальнейшего использования. При выборе устройства обращайте внимание на его свойства Memory. Это объем оперативной памяти работающего устройства. То есть при запуске эмулятор занимает указанный объем оперативной памяти вашего ПК. Если вашей оперативки недостаточно, виртуальное устройство просто не запустится. У разных виртуальных устройств в этом списке, независимо от версии Android, параметр Memory может быть от 1 до 3 гигабайт. Если у вас нет лишней оперативки на ПК, вполне можно выбрать виртуальное устройство любой версии с 1 гигабайтом оперативки. После установки устройство станет активным в списке и его можно будет запустить. На первый взгляд, оформление интерфейса может быть похожим у разных версий, например, обои рабочего стола, иконки, список приложений, но элементы управления и поведения соответствуют версии Android виртуального устройства. Для установки АПК-файла приложения достаточно перетащить его в проводнике на экран виртуального устройства. А чтобы запускать приложение в процессе разработки, нужно выбрать предварительно запущенный эмулятор Visual Studio в окне запуска приложения среды разработки Android Studio. Если Android Studio не видит запущенное виртуальное устройство, придется немного поковыряться в реестре Windows. Для этого воспользуемся системной утилитой редактирования реестра RegEdit. Жмем комбинацию клавиш Windows R и пишем в окошко команду RegEdit. Я думаю, вы в курсе, что работать с реестром следует очень внимательно и осторожно, поскольку одно неверное действие может привести к неработоспособности вашей системы Windows. В редакторе реестра находим ветку hk-local-machine-software-wow-6432-node. Создаем здесь новый раздел Android SDK Tools. Прямо так с пробелами и пишем. Внутри раздела создаем новый параметр Path, значение которого сохраняем путь к Android SDK. Например, у меня SDK расположен на диске D в папке Android. После этого перезапустите виртуальное устройство, и Android Studio его успешно определит. На этом наш урок закончен. Подробные инструкции и ссылки ищите в текстовой версии на сайте в Android.info. А я прощаюсь до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok